Свой профессиональный праздник накануне отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труженики и ветераны отрасли были отмечены заслуженными наградами. Торжественное мероприятие состоялось в Дворце культуры Арктика. Торжественное мероприятие началось с открытия выставки ярмарки сельскохозяйственной продукции региона в фойе второго этажа. В ней приняли участие 8 местных производителей. Среди них Великовисочный животноуческий комплекс. Молоко, сметана, масло, творог. Это все у нас, да. Масло, сливки, творог, мороженое, выпечку, мясо и меховые изделия представил на своем прилавке сельхозпроизводственный кооператив «Харп». СПК из поселка Красное, как и многие другие сельхозтоваропроизводители региона, получают дотацию от округа на реализацию и переработку молока. Речь идет о субсидиях на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В этом году ее размер был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности, реализованного или отгруженного на переработку. Сельхозпроизводители региона получают ее с 1 мая по 31 августа, в период проведения кормозаготовительной компании. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной компании, сенокосной работы, закупка и заготовка комбикормов и их упаковка. Это очень хорошее подспорье, потому что мы на эти денежки сумели провести без, как говорится, сучка и задоринки, сенокос, закупили запчасти, закупили комбикорма, все проплатили уже. И еще в планах на закупку необходимо сельхозтехнику еще закупить, трактора, может что-то и сэкономим, выкроим. Все меры поддержки, которые сегодня реализуют органы власти в отношении предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, направлены на развитие производства. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский, обращаясь к представителям отрасли. В том числе мы сейчас принимаем решение о еще дополнительном снижении стоимости одного киловатта для электричества, что тоже для сельских территорий, на мой взгляд, должно серьезно улучшить экономику этих производств. Мы хотим сейчас рассмотреть вопрос дополнительной субсидии по транспортировке готовой продукции сельских населенных пунктов в город Наридмар, для того, чтобы снять максимально эти ограничительные меры, которые в силу специфики нашего региона сегодня лежат на сельскохозяйственных предприятиях, и забрать это на себя, и еще самым позволить вам работать с большей выгодой и строить перспективные планы развития. Свой профессиональный праздник лучшие работники отрасли были отмечены высокими наградами. Почетной грамотой Совета Федерации наградили бригадиры оленеводческой бригады номер 6 СПК Путилича Ивана Логейского. Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили работники акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания» Анатолий Рычков и Николай Ануфриев. Профессиональные почетные звания «Почетный работник сельского хозяйства Ненецкого округа» было присвоено ветерану общества «ВИТА» Галине Михеевой и ветерану «Ненецкая агропромышленная компания» Надежде Молчановой. Также представители отрасли были отмечены благодатственным письмом губернатора, юбилейными медалями к 90-летию округа, почетными грамотами и благодатственными письмами.